Отлично. Здорово, что у нас подключаются еще ребята, правда, так как, видимо, еще люди не вернулись со своих каникул и песков, поэтому у нас будет сегодня их немного, но мы сделаем запись, которую мы потом, соответственно, выложим тоже на нашем YouTube-канале и какие-то выжимки в соцсетях, чтобы люди могли попросить ссылку на запись. Сегодня рассказываем об экзамене Language Cert и непосредственно представитель Language Cert будет рассказывать в более подробных деталях. Этот экзамен очень важен, потому что его можно сдавать вместо TOEFL или IELTS во многих случаях и вместо частности экзамен IELTS и KVI, который требуется на учебу или на визу в Великобританию. Экзамен, у него, конечно, очень много плюсов, я так не буду прямо сразу детально говорить об этом, скажет Анна Горизонтова, представитель Language Cert, который я сразу уже передаю слово. Спасибо, Анна, что согласились провести с нами сегодняшний вебинар. Ребятки, кто планирует поступление, в общем, мотайте на ус, потому что экзамен, он классный, удобный и по цене не так, то есть как бы он ничем не отличается, то и флэляет практически, но зато вы результаты получаете гораздо быстрее. Ну, все, я вам передаю слово больше не буду. Хорошо, спасибо большое. Я могу экран свой показать? У вас есть внизу. А, у меня есть, да? Все, тогда я сейчас включаю. Видно мой экран, да? Загружается, да. Хорошо, замечательно. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые студенты. Давайте, как уже Джилда сказала, мы поговорим о экзаменах Language Cert, о том, в каких ситуациях они могут пригодиться, каковы их отличия от экзамена IELTS и какие у них есть достоинства. Ну, во-первых, у нас есть Language Cert, это британская компания, которая разрабатывает экзамены по нескольким языкам, английский, испанский и турецкий. Ну, испанский и турецкий нас сегодня интересуют, поэтому говорить мы, естественно, будем про английский язык. Если мы посмотрим на линейку наших продуктов по английскому языку, то для нас сегодня представляет интерес то, что у меня в левой части экрана. В правой части там экзамены для маленьких, для начальной школы, это не для нас. Экзамен по бизнес-английскому языку тоже не для нас. А вот то, что Language Cert International ISOL CELT и Language Cert International ISOL просто без CELT, вот это вот уже интересно. Значит, что такое Language Cert International ISOL CELT? Это визовые экзамены, которые признаются британским правительством ровно на таких же условиях, как и IELTS. IELTS UKVI. И, соответственно, все виды британских виз, будь то визы семейные, студенческие, что, скорее всего, вас будет интересовать, визы рабочие, все их можно получить как с экзаменом Language Cert, так и совсем для всех привычным и знакомым IELTS. Если речь идет не про Великобританию или если для какой-то цели, для поступления, скажем, в аспирантуру, магистратуру не обязательно визовый экзамен, тогда для Великобритании прекрасно подходят и обычные экзамены, не визовые. Language Cert International ISOL. Кроме того, они признаются университетами в целом ряде стран других. У нас, например, почти полное стопроцентное признание университетами в Чехии. Растет признание в таких странах, как Германия, как Соединенные Штаты Америки, в Польше, в Италии. То есть, в принципе, поскольку экзамены сами очень молодые, в отличие, скажем, от TOEFL, от IELTS, поэтому мы только набираем обороты, но вот уже с Великобританией, собственно, у нас дела обстоят очень хорошо. Хорошо. Давайте посмотрим на преимущества этих экзаменов. Я начну, наверное, даже не с первого пункта, который у меня есть на экране, а с третьего, вот там, где написано different forms of exam delivery, то есть разные способы, форматы сдачи экзаменов. Дело в том, что можно получить один и тот же сертификат, сдавая экзамен разными способами – на бумажном носителе, на компьютере, но в экзаменационном центре, или в онлайн-режиме. Онлайн-режим вообще прекрасен, потому что он не требует совсем как бы посещения экзаменационного центра, его можно сдать вот не выходя из дома, при условии, что у вас есть интернет-соединение, при условии, что у вас есть помещение, где вам никто не будет мешать во время сдачи экзаменов. И я сразу хочу сказать, что наши партнеры Global Compass, они могут провести для вас экзамен в любом формате, и на бумаге, и помочь вам приобрести экзамен для сдачи в онлайн. Но здесь я сразу хочу сказать, вот эта онлайновая сдача, она только для невизовых экзаменов. Если мы говорим о визе, тогда обязательно идти в экзаменационный центр. Но, опять-таки, воспользовавшись услугами Global Compass, вы можете получить, зарегистрироваться на этот экзамен, оплатить его со скидкой. Поэтому не проходите мимо ни в коем случае, какой бы вам не нужен был экзамен, визовый или невизовый, Global Compass вам обязательно поможет. Итак, давайте вернемся к началу этого слайда. У нас, если речь идет об экзаменах, которые сдаются на бумаге, у нас нет расписания. То есть, в принципе, в любой день экзаменационный центр может провести экзамен. Как удобно вам, как удобно экзаменационному центру. И не надо регистрироваться там за месяц, за три недели, за четыре недели, регистрация на экзамен до 10 рабочих дней. То есть, предел 10 рабочих дней до даты, когда вы хотите сдать экзамен. То есть, в принципе, это очень удобно. Если речь идет про онлайн-экзамены, там вообще все очень просто. Об этом я расскажу. Если речь идет про визовые экзамены, то здесь надо смотреть расписание экзаменационного центра. Но вот я поглядываю периодически, как в разных странах обстоит дело со сдачей этого экзамена. Обычно где-то за неделю, за 10 дней, если вы планируете сдачу, время для сдачи экзамена Лагидж СР там есть. В Бишкеке у нас есть такой центр. Опять-таки, Global Comps вам все про то, как это сдается, подскажет. Дальше у нас очень быстрая выдача результата. Значит, результаты в электронном виде. Вы получите сам сертификат в электронном виде. Вы получите в электронном виде так называемый statement of result, где уже конкретно написано, за какой навык вы получили сколько баллов. Предоставляется при онлайн-сдаче всего через три рабочих дня. Если вы сдаете на бумаге, тогда это происходит где-то в течение 10 рабочих дней. Если это визовый экзамен, там порядка пяти рабочих дней. То есть это быстро. В любом случае, как бы вы ни сдавали, вы получите и, естественно, оригинал сертификата. Оригинальный, так сказать, бумажный сертификат. Он придет вам на почту. Отправляем мы сразу. Дальше уже как бы как сработает местная почта. Но обычно где-то дней за 10-15 он приходит. Дальше. Вот в принципе у этих экзаменов нет официально срока действия. То есть вот ILS два года, TOEFL два года. Обычно вот такие экзамены, как наши, они похожи на кембриджские, например, экзамены. Они не имеют срок давности. Но здесь надо, конечно, учитывать, что хочет вот тот университет, который, куда вы едете. Некоторые университеты признают вариант, что нет срока давности, срока, так сказать, истечения действия у языкового сертификата. Некоторые применяют два года к любым сертификатам. Поэтому здесь все очень зависит от конкретного места, куда вы хотите поехать учиться. Еще один очень важный момент, что у нас письменный, письменная часть экзамена и устная часть экзамена, письменная, это, соответственно, аудирование, восприятие на слух, listening, reading, чтение и writing письмо. Вот письменная часть экзамена – это отдельный как бы экзамен. И speaking, соответственно, говорение – это тоже отдельный экзамен. Если вы сдаете обычный невизовый экзамен, вы можете как угодно развести по времени. То есть, например, взять себе там дополнительно месяц на то, чтобы подготовиться к speaking, и сдать его отдельно. И вы получаете два сертификата, один за письменную часть, один за устную часть. Это как раз удобно, потому что, скажем, в условиях IELTS обычно в один день все сдается, ну или там на следующий день сдается speaking. То есть, вы должны быть готовы сразу ко всему. С language search можно, соответственно, взять себе дополнительное время на подготовку к той части, которая вам наиболее сложна. Если сложнее письменная часть, можно ее сдать потом. Если сложнее устная часть, соответственно, можно какое-то время взять на дополнительную подготовку. Ну и что еще? Они не очень сложные по формату. Вот те из вас, которые сталкивались с IELTS, знают, что там сложный формат. Там просто надо еще, помимо того, что владеть языком на определенном уровне, нужно еще хорошо уметь делать вот эти задания. У нас задания фактически все такие, как в любом нормальном, в любом, собственно, существующем на рынке британском или американском учебнике английского языка. То есть ничего такого специального, сложного, которое требует дополнительной подготовки именно к выполнению заданий в формате экзамена, здесь не нужно. Давайте дальше с вами двинемся. Что еще важно, если мы опять-таки сравниваем наши экзамены и IELTS? Во-первых, они принадлежат к двум разным типам экзаменов. Это очень важно для понимания того, что вам лучше сдавать. Есть экзамены, которые называются уровневые. Ну, наверняка вам такие буквки попадались, и циферки там А2, В1, В2, С1, С2. Это так называемые уровни владения языком по общеевропейской шкале языковой компетенции. И даже если мы не в Европе, все равно, в общем, эти вот уровни, они во всем мире сейчас признаются. То есть, если, например, вам для поступления в университет достаточно уровня В2, который посрединке этой шкалы, он достаточно сложный, но это все-таки не уровни С, где уже уровень носителя языка. То вы можете сдать уровневый экзамен, и он будет тестировать ваше умение, ваше знание строго в рамках этого уровня. Не будет ничего сложнее уровня В2, не будет ничего проще уровня В2. Вот все будет выдержано в этих рамках. А вот если мы посмотрим на IELTS, то он принадлежит к другому типу экзаменов, который называется по-английски range, а по-русски трудно это перевести, но обычно профессионал называют экзамен на определение уровня. Значит, тут немножко мне придется отвлечься, но я думаю, это полезная информация, что в принципе IELTS изначально писался как экзамен для поступления на англоязычные программы в вузах. И было признано, и это совершенно правильно, здесь никто это не оспаривает, что для того, чтобы удачно, успешно учиться на английском языке в вузе, надо иметь уровень C1, желательно высокий уровень C1. Высокий уровень C1 – это примерно уровень, на котором разговаривает язык, на котором разговаривает хороший, успешный, умный выпускник средней школы, скажем, в Великобритании или в Австралии или в Штатах, где угодно, в Канаде. То есть в стране, где английский – это для них родной язык. То есть вот если, соответственно, для того, чтобы учиться в вузе рядом с такими детьми, рядом с такими же студентами, нужно, наверное, иметь примерно такой же уровень. Поэтому у Айлдса нет уровней, это единый экзамен. И какой бы уровень владения языком ни был у вас, вы можете быть выше этого, дай бог, вы можете быть ниже этого, что чаще случается. Но вы будете выполнять один и тот же тест с теми, у кого есть уровень C1, скажем. И тем, у кого есть уровень C1, будет проще, тем, у кого его нет, будет сложнее. Поэтому с этой точки зрения уровневый экзамен, он понятнее, он тестирует то, что вы должны сейчас на этом уровне знать. Айлдс тестирует то, что не все знают еще языки, да, он на высоком уровне сделан. И никаких, так сказать, скидок на то, что вы знаете, не знаете на уровне C1, он делать не будет. Поэтому он просто тестирует через несколько уровней, ну и можно получить там оценку 4.0, который не про что вообще, так сказать, с этим никуда не денешься, никуда не поступишь и не уедешь. Вот, можно получить там 6.5, который уже хорошо, но опять-таки тот же самый 6.5 можно, аналог 6.5 можно получить на уровне B2, если сдать его с оценкой, так называемой, ну с отличной оценкой, у нас называется High Pass. Так, теперь, какое еще есть важное отличие экзамена ИЛДС и наших экзаменов. Вот, если речь идет, например, про студенческую визу, здесь это прежде всего визовых экзаменах касается, или визу для поступления, или экзамен для поступления на учебу, не обязательно в Великобританию, уже в любой как бы университет, который принимает Айлдс. С вас потребует Айлдс Академик. Это академический английский язык. Что такое академический английский язык? Это язык, который, то есть предполагается, что если вы сдаете академический экзамен, экзамен по академическому английскому, то у вас должны быть какие-то начальные, может быть, не очень еще не окончательно развитые, но начальные представления о том, как вот действует этот язык для обучения, язык научный и так далее. Поэтому, соответственно, вам будут попадаться, можете, будут попадаться тексты, как многие из вас, наверное, кто с Айлдс сталкивался, на самые разные научные темы. Это, естественно, такой облегченный научный язык. Это не то, что там открыть какую-то книгу, монографию и пытаться ее читать. Это, естественно, учебные тексты, но они могут быть на совершенно разные темы. От, там, не знаю, литература ведения до биологии и до, там, не знаю, палеонтологии проископаемой, там, всяких проископаемых животных и до исследования космоса. И если у вас просто нет недостаточно каких-то общих знаний о каком-то предмете, просто это может быть сложно. Ну и, кроме того, есть задания, которые требуют уже владения определенными навыками, которые мы относим именно к академическим навыкам. Ну вот, например, первое задание по письму Вайлдс – это описание графика, то есть описание какой-то визуальной информации, которую вы видите в виде графика, схемы и так далее, и описание словами – это академический навык, и, опять-таки, ему надо учиться, то есть после школы обычно у нас этого нет, мы не умеем это делать. Поэтому, собственно, вот о чем я уже говорила, что Кайлдс надо готовиться не только с точки зрения языка, но и с точки зрения формата заданий и вот того языка, который Айлдс тестирует, академического английского языка. И это прекрасно, если вы можете сдать Айлдс, это замечательно, потому что значит, что у вас есть еще и, так сказать, умение, какие-то навыки в академическом английском, но, опять-таки, далеко не все чувствуют себя комфортно при этом. Language cert – это экзамены по так называемому общему английскому. Что это такое? Это, значит, язык повседневного общения в разных сферах, на работе, в учебе, в семье, с друзьями и так далее. Обычные тексты, не научные, пусть упрощенные, но все-таки научные. Обычные тексты в разделе чтения, например. Обычное письмо, то есть изложи свою точку зрения на то-то и то-то. Например, напиши имейл своему другу, сообщив ему вот такую-то информацию. Поэтому каких-то дополнительных знаний, дополнительные знания, общий кругозор и так далее, здесь не так важны. И наличие вот этих академических навыков, типа описания графиков, здесь тоже не нужны. Поэтому с этой точки зрения language cert в любом своем варианте, или в визовом, или в обычном, он удобнее. Он надежнее, что называется. То есть чувствуешь себя более спокойно, более уверенно, когда ты не имеешь дела вот с научными, скажем, текстами, которые ты не всегда можешь, так сказать, понять. Теперь давайте я немножко расскажу, как сдаются экзамены. Я уже говорила, они могут сдаваться на бумаге. И с бумагой все понятно. Вы договариваетесь с экзаменационным центром, какую дату вы сдаете. Вы приходите, вы получаете на бумаге распечатанные задания, вы их выполняете. Через 10 рабочих дней получаете результат. Да, тут все понятно. А вот что касается онлайн-экзаменов. И напомню, что GlobalCompus вам может дать и возможность сдать онлайн-экзамен тоже. И еще раз напоминаю, это не про визовые, это про обычные экзамены. Значит, они сдаются в любое время. Если кому-нибудь захочется сдать экзамен, я не знаю, поздним вечером 31 декабря, накануне Нового года, когда все уже отдыхают, пожалуйста, вы сможете это сделать. Выбрать день и время сдачи экзамена вы можете примерно, в принципе, накануне, но лучше за 3-4 дня. Вы можете сдать его из любого места. Это может быть, вы можете прийти в экзаменационный центр, например, попросить, чтобы, так сказать, вас посадили там, вам помогут зарегистрироваться на экзамен, вас оставят в закрытой комнате, вы будете сдавать. Ну или вы можете, в конце концов, просто сделать это дома. Главное, чтобы у вас было помещение, где вы находитесь одна или один, где вам не будут мешать, где никто не будет заходить в эту комнату во время экзамена. Вам нужно надежное соединение с интернетом, компьютер или ноутбук с камерой и микрофон с наушниками. Ну, причем вот такие наушники с микрофоном, как у меня сейчас, например, обычные от Apple, они вполне себе тоже подходят. Не обязательно какие-то профессиональные медиа. Вот. Что произойдет, это часто задает вопрос, что будет, если вдруг я сдаю экзамен, а в этот момент у меня рвется соединение с интернетом. Ничего страшного не будет. Значит, ваш экзамен, как только возобновится у вас связь с интернетом, ваш экзамен тоже начнется с того ровного места, где он прервался. Иногда вот были случаи, когда люди несколько раз вот перезагружались, там подсоединялись заново к интернету. Нервы, это, конечно, так сказать, много дополнительного времени требует, но так или иначе с экзаменом ничего в данном случае не случается. Он продолжается, как я уже сказала, с того места, где он остановился. Вот. Следующий слайд – это про то, как, собственно говоря, выбирается время. Вот здесь у меня стоит некая дата 26 мая, неизвестно какого года, неважно. И все окошечки, которые на экране белые, это время, которое теоретически вот в этот день можно было бы выбрать. Да, то там, где красное окошечко, это, соответственно, кем-то занято. Это время начала экзамена. Как вы видите, экзамены начинаются через каждые 10 минут. И вот теперь самый интересный вопрос, как это проходит. Значит, во-первых, для того, чтобы провести такой экзамен, нужно на время экзамена установить специальную программку, которая называется ExemShield. Вот здесь у меня на экране ситуация, когда, видите, zero days left, exam day, то есть вот уже наступил день экзамена, и активировалась кнопка download, когда вы можете загрузить эту программу ExemShield. Что она делает? Она делает две вещи генерально. Первое, она позволяет администратору с нашей стороны, такой администратор удаленный называется проктор, потому что проктор не просто помогает вам провести экзамен, он наблюдает за тем, чтобы экзамен сдавался честно, чтобы не было никаких нарушений, чтобы не было никаких подсказок и так далее и тому подобное. Так вот, проктор, соответственно, благодаря этой программе видит все, что вокруг вас происходит через камеру вашего собственного компьютера. И первое, что проктор делает обычно, он просит вашу камеру или там ноутбук, если у вас встроенная камера, повернуть на 360 градусов. Он осматривает все ваше помещение, убеждается, что никого, кроме вас в комнате нет, что у вас на столе нет никаких там книг, бумаг, не знаю, гаджетов и так далее и тому подобное. Но всегда остается еще одна возможность, когда мы можем, например, в том компьютере, в котором у нас экзаменационное задание, мы можем открыть какие-нибудь подсказки. Ну, Google Translate, например, самое такое, что первое приходит в Google. Вот, поэтому ExamShield, он еще блокирует возможность переходить между окнами. Более того, в начале экзамена проктор просит, если видит, программа ему сообщает, что у вас открыты, кроме, собственно, экзаменационной программы, еще какие-то окна, он просит, чтобы вы их закрыли, иначе он не начнет экзамен, пока вы это не сделаете. Ну, и вот, собственно говоря, что происходит во время онлайн-экзамена. Здесь мы видим то, что видит на своем экране проктор. Вот там, где черная часть, в левой части слайда, на черном фоне, это идет экзамен письменный. Как я говорила, у нас, да, помните, два отдельных экзамена на каждом уровне, отдельно письменная часть аудирования, чтения и письмо, и отдельно устная часть говорения. Значит, обычно вот этот проктор на письменном экзамене ведет сразу от четырех до восьми кандидатов. Он видит их всех на экране, он видит, где в данный момент находится какое задание, в какой части экзамена находится кандидат. Эти вот белые окошки – это как раз то, что экзаменационное задание, которое сейчас выполняет кандидат. Ну и кроме того, система подсказывает проктору, когда нужно обратить внимание на какого-то кандидата, вот там, где у нас желтая, наклоненная головка, и написано «кошен». Внимание, это значит, или осторожно, да, это значит, проктору советуют посмотреть на этого кандидата, потому что он как-то там подозрительно наклоняет голову. Может быть, он спрятал где-нибудь, там, не знаю, шпаргалку, и во время демонстрации помещения проктор это не заметил. Ну и, соответственно, проктор отреагирует, попросит опять, значит, показать все, что там кандидата окружает, его комната, его рабочий стол, там, даже то, что под столом. В общем, это все очень как бы серьезно проходит. Ну, а вот в правой части слайда – это то, что происходит на устном экзамене. Здесь проктор выступает как устный экзаменатор. Вот девушка в красной футболке – это как раз в данном случае у нас проктор. Естественно, устный экзаменатор беседует один на один с кандидатом. Здесь уже группы кандидатов нет и быть не может. И в данном случае это не просто сотрудник, который умеет работать с программой «Экзамшилд», который умеет наблюдать за кандидатом, выполнять все процедуры. Это аккредитованный, подготовленный экзаменатор. Но экзаменатор, который называется «собеседник антилоклита». Что это такое? Значит, это человек, которого научили выбирать правильные вопросы из определенного списка всех экзаменационных вопросов, которые максимально раскроют уровень владения языка кандидатом. Он будет подбирать эти вопросы, он будет задавать наводящие вопросы, он будет участвовать в диалоге, когда задание на устной части предполагает диалог между кандидатом и экзаменатором. Но этот человек не будет выставлять оценки. Он только сосредоточен на поддержании беседы с кандидатом. А потом, соответственно, во время экзамена ведется запись, и потом, соответственно, эта запись отсылается в наш лондонский офис, где уже специалисты, которые умеют оценивать устную речь, они выставляют оценки. Вот так, собственно говоря, проходит онлайн-экзамен. Это, в принципе, все, что я хотела вам рассказать. Просто давайте, может быть, немножко просуммируем. Значит, у Language Cert есть визовые экзамены, которые годятся так же, как и IELTS UKVI для сдачи визовых экзаменов, для получения сертификатов, необходимых для получения различных видов британских виз. Такие экзамены сдаются в специальном центре, который есть в Бишкеке. Вы можете сдать такой экзамен со скидкой, который вам может предоставить Global Compass Partner Language Cert. И преимущество визовых экзаменов в том, что, во-первых, вы сдаете вот тот уровень, который нужен вам, а не IELTS, который выше, может быть, вашего уровня, чем то, что вам нужно. И то, что вы не сдаете академический экзамен. А вы сдаете экзамен по обычному, ненаучному, обычному английскому языку. Если вам не нужен визовый экзамен в Великобританию, а если вы поступаете в какой-нибудь университет другой страны, где принимают экзамен Language Cert, тогда вам, соответственно, нужно сдать обычный экзамен Language Cert, который можно сдавать в экзаменационном центре, в том же самом Global Compass, или который можно сдать в онлайн, приобретя у наших партнеров, у Global Compass, приобретя ваучер для сдачи этого экзамена. Преимущества с точки зрения, по сравнению с IELTS будут те же. Вы опять сдаете свой уровень, вы сдаете не академический язык, а обычный язык. И плюс еще дополнительное здесь преимущество заключается в том, что вы можете по времени развести сдачу письменной и устной части. То есть вы можете дополнительно взять какое-то время на подготовку к той части, которая для вас кажется более сложной. Если вы хотите подробнее познакомиться с экзаменами Language Cert, вот, пожалуйста, сайт вы видите, www.languageser.org. Если есть какие-то конкретные вопросы, ответы на которых вы не нашли на сайте, здесь есть мой e-mail, пожалуйста, пишите. Я, если не смогу опять-таки ответить сама, то я найду кого-то из коллег, которые помогут вам. Ну и позвольте мне в первую очередь пожелать вам всяческих успехов в достижении ваших жизненных целей, какие бы они ни были. Спасибо. Спасибо вам большое, Анна, за такую подробную информацию об экзамене. На самом деле, когда мы студентам говорим, родителям, они удивляются о том, что, во-первых, то, что есть, оказывается, тоже альтернативный экзамен, потому что все почему-то будут на ТОФЛ и Айлс, и в период пандемии тоже было сложно вообще в целом сдать тесты. Конечно. Центры были закрыты, не все принимали. Онлайн-версии только, и потом, впоследствии, Айлс-Индикейтор, и то, что экзамен ландерсов широко признается, и я, как консультант по образованию, уже могу это тоже подтвердить, потому что и БУЗы, и даже Министерство образования признают этот экзамен. И тот факт, что он даже, скажем так, подходит для подачи на визу в Великобритании, на учебную или на любую другую, то это вообще, конечно, здорово. Это уже говорит о серьезности, о качестве самого экзамена. Если у вас, ребятки, будут вопросы, вы можете потом связаться с нами. Я вам сейчас оставлю телефон контактный наш и WhatsApp. Спасибо вам, Маляка. Да, вот здесь пришло спасибо за подробную информацию. Хорошо, спасибо. Если вам нужно будет получить промокод, вы можете, в принципе, просто написать нам на WhatsApp, вы можете зарегистрироваться сам онлайн и использовать промокод. Либо вы приходите к нам в офис, а учите, что если вы регистрируетесь онлайн, то вам нужно оплачивать картой. Вы можете принести к нам в офис либо карту, либо наличку. Мы можем зарегистрировать вас сами и с использованием промокода, соответственно, по бейскидке. Кто-то тут в последний момент нам подключается. Спасибо всем, кто подключился. Запись вебинара у нас, слава богу, сопрямится. Она будет в доступе. И как только мы загрузим его в статистике и в YouTube, мы с ними тоже и поделимся, чтобы вы могли подробнее посмотреть. Спасибо вам, Анна Ищуэс. Спасибо вам. Сейчас с вами еще будем проводить вебинары, потому что... Обязательно, я всегда готова. Хорошо. Да, у нас сезон от попрососени. Ну, замечательно, да. Да, когда ребята уже начнут искать варианты поступления, что нужно поступление, какие-то экзамены и так далее. И я помню, что мы с вами в течение осени и зимы... Хорошо. Замечательно. Обязательно давайте. Приятного вам вечера. Всем пока. Всего доброго. До свидания. До свидания.